Вы представьте себе Вы представьте себе У меня его когда показали в родном Я говорю, ну Илья родился Он абсолютно был спокойный мальчик Самый-самый обычный Никаких никогда хлопот вообще не доставлял Спокойный, тихий Но вот единственное, что он очень любил Когда мы идем из садика Он говорит, мама, можно я покричу? И вот он Ему, наверное, года четыре Было, мы в Ленинграде жили Вот видно, вот он в пространстве Это все время Ну туда, шаг в лев, шаг в право Вот он выходит на улицу И начинает, несется по улице И кричит Вот это у меня очень часто было Я был тихий-тихий Когда я был маленький Меня, ну, куда-то три или четыре, что ли Где-то так Меня потеряли родители Я ушел на двор В конуру собаки большой Залез Вот, обнял ее Мы там спали А они меня потеряли И искали Дедушка даже В этот Туалет на улице заглядывала Может, я туда упал Вот Единственное, что это мне такое рассказывали А так, детство, я помню Даже самоощущение Того, что я когда-то был Вот Именно в этом доме У бабушки Таком большом Которого сейчас уже нет Но Рождает Светлое чувство Вишня цветет Зеленый такой Большой сад Огромный Можно так сказать Виноград И Вот Находясь в этом месте Кажется, как будто Ничего больше другого не существует И тебе так хорошо Спокойно На сердце Что Хочется, чтобы Вот Именно эти моменты Продолжались Всю жизнь Еще вот он Лет четырех Он все у нас Песни пел Делал вид, что Играет на гитаре Да Уже тогда? Да, уже тогда Вот сядет на подоконник Веник возьмет На веник Маленький был Он абсолютно Он был И росточка небольшого И очень худенький И маленький был Вот И Как будто И все Какую же он песню Я не помню Какую он песню Но все пел Там все удивлялись Я мечтал всегда Играть на гитаре И петь Вот Еще в Ленинграде Когда учились В академии учился У меня На день рождения По-моему Купила гитару И она висела Вот до той поры Пока Илья Сам уже Не пошел Ведь Илья все Он пошел Сам научился Куда-то сам пошел На какие-то курсы Записался Он ходил Потом его ребята С ума начала Там заметили И руководители Все И он Так увлекся Постоянно занимается И он Часов в 12 Час бывает Спать отцеловит Потому что сидит в комнате Там И чувствует Работает Молодец Вот именно с гитарой Пишет Что такие Песни Сочиняет Когда он запускал Месяца два Я все каникулы С ним сидел И проходил весь курс Допустим Физики Или математики За четверть Или что-то И все прекрасно Он понимал Он мне говорил Что да Я буду учить Все Уверен Что он знает Все И приходит Следующий Четверть Год И результат Такие Что Не лежит Душа У него К этому Он ел Даже Гитару У него Иногда Забирал И не того Забирал Я у него Одну гитару Ну я короче Поломал Не в него Конечно Показал Что гитара Не струнный Инструмент А ударный Я ему Давно Об этом Говорил Потом Правда Пришел И с полоской Купил ему За миллион Эту гитару И мама Неделю Не разговаривал Не разговаривал Гитара Это для меня Как живое существо Если И скажешь Что-нибудь плохое Ну бывает Кинуть хочется Даже подумаешь Если Неплох Вот такая У меня Развалюха Гитара Такая Нехорошая То Например Моя гитара Она всегда Расстраивается Почему-то Мне кажется Что она Живая Ветер Блевет По крышам Как кот Бездомный Гоняя Кошек Дождик Вливаясь В нишу Под гул Нестройный Спугнулся Хмошек Город Под сенью Неба Живет И дышит Как было Раньше Город В достатке Не был Но все же Слышно Что в нем Нет фальши Шепот Домов Разбитых Одноэтажных Годов Минувших Слышен Как шелест Мятых Листов Бумажных Давно Уснувших Ветер Брегет По крышам Как кот Бездомный Гоняя Кошек В дождик Вливаясь В нишу Под гул Нестройный Спугнулся Хмошек Слышен 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 Я пришел в школу Отличником Потом И медленно-медленно Я стал опускаться Сначала был ударником Потом В девятом классе Ну как Уже Таким Законелым Троечником Но это В принципе Ничего И Складывалась Такая обстановка Родители ругались На меня Вечно Вот Такая Как бы Отношение Уже к школе Такое Складывалось Негативное И Сейчас-то Понимаешь Я Что в этом Виноват был я Вот А не кто-то Другой Но тогда Хотелось Искать Виноватого И Вроде как бы Искал И Вот и в стихах Такое Проявлялось Маме Говорю Один раз Ты знаешь Почему я такой Ленивый Она говорит Ну как сказать Нет Я говорю Потому что Моя фамилия О-Лень Нет Вот И вот так вот Прикольнулся Весело Вот Ей это понравилось Она это Запомнила Вот Я человек такой веселый Мне всегда почти смешно Хоть и песни грустные Стихи такие же Вот А так Писать постоянно стихи Невозможно Даже когда Тебе очень хочется Ты иногда не можешь Написать стихотворение Это Стихотворение Оно рождается Как бы Извне Когда ему Заблагорассудится Вот Так что Постоянно Читайте И делайте То что тебе нравится Нельзя Вообще На складе Говорили Что Сочиняю песни Бует Я заинтересовалась Вообще Спросила Он сказал Да А потом Ну как Концерт был Я услышала Мне очень понравилось Немного странно Я говорю Почему ты Иногда Ну выдаешь себя Не за того Кто ты есть На самом деле Он это объяснил Он объяснил так Что Постоянно Как в нем идет Какая-то Душевная борьба Работа И поэтому Ну ему легче Ну вот так Что ли Это у него Отдушина Такая Потому что Иначе Иначе Слишком тяжело Может было Ну маска Может быть Его Мало кто понимает Вот честно Вот если сказать В нашем классе Ну чудак Так Странно Немного Да ему нравится Вот Фантастика Всякая Такая Что-то Мистическое Матер Маргарита Ему очень нравится Я прочитала Как-то Не знаю Мне больше нравятся Такие Серьезные Классические Вещи Не знаю Ну обсуждаем Стихи Я больше Вчитываюсь Как-то Вникаю В стихи Пытаюсь Не понять Что он при этом Часто Когда писал Мне очень нравится У него Писня В имени Твоем Потом Не знаю Вспомню Серая птица Ну я не могу Сейчас это перечисать Просто не вспомнить Много у него Хороших Общей Я в имени Твоем И боль И счастье Вижу Но все же Не впервой Мне говорит Тебе Что я Люблю Тебя Я не обижу Как обижал Других Как обижал Себя Но я как ворон белый Мечусь под крышей неба и ночи Волком вою На белую луну Но если позовешь То где бы Где бы не был Я точно знаю Что к тебе Тот час приду Тебя я воспою Как нежную богиню И лепестками роз Усыплю Где бы не был Я точно знаю Что к тебе Тот час приду Мечу 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 Вы представьте себе Что мне Это даже не надо Только вам Я зачем-то Зачем-то Все это пою Вы представьте себе Что где-то Холод и вьюга Ну а мы тут Разнежились В вычурном этом тепле И настанет момент Когда вы Потеряете друга Потеряете Все Что имели На этой земле Вот Немножечко Затуманено Это нужно Для того Чтобы Особенно Девичьи сердца Девичьи умы Находились В состоянии Ну вот Таинственной Затуманенности Образа Который Вырисовывают Они сами Их это Конечно же Привлекает Во-первых Спокойнее Умиротвореннее И Чтоб ты Своё Немножечко Спрятал Оно Присутствовало Но присутствие Вместе с тем Оставило место Большое место Для Другого Широкого Кроматного Мира Который Окружает Тебя Как мне кажется Эти стихи Они Все-таки Тоже От читателя Завуалированы Душа Скрыта Все равно Даже Это как бы Присутствует Можно так сказать Ой Идет не то В общем это как бы Человек Поэт Он Вроде как Раскрывает душу А на самом деле Не совсем Ну и так же И прячет За этими Строчками Ну что ж Вот Бардом Что свойственно Постоянно Находиться В каком-либо Образе Да Смотреть На мир Через глаза Ну вот К пример Возьмем Высоцкого Характер То он Смотрит Через глаза Я Як Истребитель То я Бегу По горевой Дорожке То Ну господи То шахтер То Спортсмен Ну а За этим Все равно Его личное Это Общение Очень доверчивое Доброе Прекрасное Общение Позволяет Действительно Находить Прекрасных Друзей Прекрасное Прекрасное Общение Что так Очень Сложно Найти В нашем Мире Когда человек Чувствует Себя одиноким В таком Громаднейшем Вавилоне Городе Поэт Как мне кажется Должен Все таки Обращать Человека К свету Может быть Если Ему Если Как сказать Богу Не полностью Удаются Сделать Как поставить Человека На путь Истинный То Может быть Это Ему Поможет Сделать И поэт Душа Должна Быть Раскрыта В храме Но Не в театре Песня Ну Написано В тринадцать пятом Граде Мы уже Два Грады Взгляды Сильно Ну а санглазмода Ты вырос За двадцать лет Вот Не так ли? Ну Не так Не совсем так Но взгляды Изменились Причем По-моему Сильно Уж Сказал слово Оно так За тобой и потянется Да Сейчас уже Отказаться От него Не умеешь Оказываюсь Так как бы Перед в моей жизни Стихи Что ж Говорить Ну Непосредственные Непосредственные Темы И прекрасны Опасностей Много Дорога Трудна Кольцо Шею тянет Сгибает Меня И мысли Как встают Но есть Цель одна Пройти Не словаться Дойти До огня Я верю Что благополучный Конец Придет Сам с собой Как печаль На глазах Его ты увидишь При светлых Слезах Его ты услышишь В биении Сердец Вернешься домой А там Бильбо Сидит Он помнит Что было Когда-то Кольцо Напротив Неяркая Свечка Читит И дом Постарел Покосилось Крыльцо Я вышел в осенний ухоженный сад Под вечер хотелось смотреть облака Ты просто сидел и курил самосад Ты видел, как вдаль убегает река Вдали засветился знакомый причал А где-то еще старый сказочный лес Ты с кресла вскочил И вдаль прокричал Что вся наша жизнь Это кладезь чудес Ты с кресла вскочил И вдаль прокричал Что вся наша жизнь Это кладезь чудес Сейчас сложно жить Невозможно жить Простые сейчас Оботяги Да, они ходят У них денег Ничего нету На заводах На авиатеге На этом же Работают Ничего нету Получают Десять тысяч Все Как хотите Так и живете Как понимаете У меня вот бабушка была У них война была Она вот С четырнадцати лет Уже на лесоповаре была А они их ничего Они все для фронта делали Вот она все говорит Кто на войне было Им как Сейчас пенсию больше дают А вот кто в тылу работал Меньше Она говорит Незаслуженно говорит Не ели Говорит Все туда отправляли У меня мама Работа в больнице Ну как 219 тысяч Пожить Вдвоем Учили сейчас Степендию не выдают Как понимать Сорок шесть рублей Жизнь никак на месте Не стоит Все равно Она продолжается Все равно Хоть чуть-чуть Она изменится Потихоньку Если Год за годом Десятилетия Должит быть еще Что-то изменится Но большинство Не верит в это У любого Вот спросите Нормально будет? Ну более Да Будет нормально Лет через пятьдесят Или через Через год Через два Все на что-то надеются Значит к лучшему хотят Каждый хочет лучшего Значит придем к лучшему Все Сначала надо получить Образование хорошее В армию сходить Потом уже После армии смотреть уже Будущее Найти работу хорошую А почему Чтобы можно было Обеспечить семью Маму Ну и Жить Спокойно Ну как сейчас Я хочу быть юристом Я не поступлю Правильно Я экзамены Я не сдам экзамены А чтобы мне там учиться Надо деньги платить А у меня тут денег А я хочу юристом быть Ты не понял Деньги можно заработать Например В деньги упираться Деньги можно заработать Устроиться даже дворником Там Ну где-нибудь Побольше участков Даже так взять Все равно можно их заработать Или вот На сварщиках Вот мы с тобой учимся Все равно можно деньги заработать Накопить их Я не знаю как Можно все равно У каждого человека должен быть Свой план там На будущее Понимаете Если у человека есть цель То он этой цели Рано или поздно Все-таки добьется В жизни надо Все-таки Я считаю Стать Нет Не важно Кем-либо Стать в жизни Профессию какую-то получить Чтобы много денег зарабатывать Это вообще в жизни не важно Главное быть человеком Не забывайте Других-то находится И За твоей спиной В принципе Что-то это самое И помогайте им Все-таки Как-то стараться Не только жить Для себя И что-то О других подумать А этот же Новый русский Он думает О ком-то думает Что-ли Ну подумал О дочке своей Сыне О жене И все Он больше Ни о ком не думает Он живет Лишь бы больше денег Ему больше 700 деньги Серая птица Кружит Надо мною Серая птица Накрыла крылом Сердце Которое Ноет И ноет Словно поет Чей-то грустный Псалом Не признает Глубой Фальши Лести Не признает Ничего Кроме нас Ждет Неоткуда Добрых Известий Смотрит На солнце Бушующий Глаз Пригерпевает Любовные Муки В час Ожидания Спокойствием Дышит А в продолжении Долгой Разлуки Голос Единственной Избранной Слышит На перекрестке Жизни И судеб Сердце Мое Выбирает Дорогу Думаю я Что Меня Не Осудят Если Она Приведет Меня К Богу Ты Не Кружи Моя Серая Птица Ты Разбудила И спать Я Не Буду Вижу Какие-то Серые Лица Но Но Не Пойму Почему И Откуда Серая Птица Кружит Надо Мною Серая Птица Накрыла Крылом Сердце Которое Ноет И Ноет Словно Поет Чей-то Грустный Псалом Словно Высоты боюсь. Ну, если очень высоко, то боюсь, а если не очень, то нет. А вообще, чего ты в жизни боишься? Вот это интересный вопрос. В жизни я боюсь, наверное, то, что, может быть, жизнь не сложится. Вот. А остального бояться вроде бы и не стоит. Будь поэтому, это достичь совершенства. Можно сравнить с трамплином. Доходишь до определенного места и, останавливаясь, думаешь, продолжать тебе писать. Писать. Продолжать тебе заниматься этим делом. И если ты скажешь себе «да», то тогда как дальше полезешь. Все выше и выше. Хотя, в принципе, стихи, они сами складываются внутри человека. И если человек хоть немного приложит усилий, то они из него польются. Жаворонаки, крыльями звенели, Жаворонаки, душу освятили. Жаворонаки, звуками капели, Нас к заутренней весело будили. Открывай глаза, грешник дюжеленный, Да под образа встань-ка на колены. Помолись Христу славною душою, Прислонись к кресту, что всегда с тобою. Колокольный звон пролетает мимо, Счастье серебром зазвенело рядом. И церковный хор, словно пантомима, Не пытайся песнь их уделить взглядом. Жаворонаки, крыльями звенели, Жаворонаки, душу освятили. Жаворонаки, звуками капели, Нас к заутренней весело будили. Жаворонаки, крыльями звенели, Жаворонаки, душу освятили. Жаворонаки, крыльями звенели, Жаворонаки, душу освятили.